Всем привет! Вы на канале Crypto Commons и это еще один срочный апдейт на сегодня, потому что сейчас все паникуют из-за этих 44 тысяч биткоинов, которые якобы собирается слить американское правительство. Давайте-ка попробуем в этом разобраться, что это за хрень такая. Если вам нравится такой экстренный криптоконтент прямо до заправки, обязательно ставьте лайк и проверьте, подписаны ли вы на наш канал. Вот, короче, что мы тут видим? Американское правительство собирается слить 44 тысячи биткоинов, изъятых на Darknet маркете Silk Road. Ну, для тех, кто не знает, это дедушка Гидры. Короче, фишка в чем? Все запаниковали, смотрят на этот адрес, который, собственно, содержит эти битки. Вот 9 тысяч биткоинов, 9800 биткоинов были перемещены, ребята, перемещены. Но что это нам говорит? Ничего это нам не говорит, они еще не продавались по рынку. Потому что если бы они их продавались по рынку, то это была бы не вот такая вот коррекция на 1000 долларов, а была бы более значимая коррекция, ребята. Потому что мы с вами много раз говорили про капитализацию битка. Там эти цифры дуты, нет там никаких триллионов и миллиардов. Это все вот так вот делается. И ровно поэтому же это все и вот так вот легко делается, ребята. Потому что еще раз вам говорю, капитализация это всего лишь цена, умноженная на количество монет. Цена последней совершенной сделки, умноженная на количество всех существующих в обращении монет. Поэтому это полная ерунда в сеть капитализации. Это лишь нам говорит о том, что могут ливануть. Если сейчас реально начнут 9 тысяч биткоинов сливать, по рынку, конечно же, ливанут. Другой вопрос, что все запаниковали, а они ведь еще не продают, они просто их переместили. И был бы я на месте американского правительства, я бы точно битки свои не продавал. Напишите в комментариях, продали ли бы вы свои битки по цене, которая находится ниже средних значений на 43%. Вот, и что я вам хочу сказать, TRDR все еще мне вселяет уверенности, внушает уверенности того, что это значимый сильный уровень. Потому что TRDR здесь много раз отсигналил, и мы ниже сильно его не ушли, да, мы сквизанули немного за стопами. Я думаю, что это все by the deep ситуация, друзья мои. Но дисклеймер, конечно же, не финансовый совет. Смотрим, что это будет происходить. Естественно, мы можем ливануть куда-нибудь на 25 тысяч долларов, как мы с вами обсуждали, вообще как пить дать на 38 фибу. И там ликвиднет даже меня, если я не предприниму ничего сейчас. Но пока я продолжаю накапливать лонги, друзья мои, на Bybit, и на Bitflix, и на Femix, да и на Bitgit, и везде-везде, на всех наших любимых биржах. Ссылки на которые, конечно же, вы найдете в описании. И плюс накапливаю Dash, на самом деле. Накапливаю Dash на деривативах. Вот, он уже в плюсе на 1000 долларов, кстати, за сегодня. На деривативах накапливаю Dash. Накапливаю Dash на Femix в кросс-маржиналке. И миньте у их XPT токены. Но самый прикол, хотите, чуваки, вы видели твит, который сделан Илон Маск сегодня? Посмотрите. Куча бессмысленной ерунды. И в конце слово заветной криптовалюты. А вы говорили, он не твитит про Dash, чуваки. Все, 18500 гарантированно, походу. Завершите этот твит. Заретвитите мой ретвит. Dash to the moon. И всем профитроли, и наконец-то уже хорошего... А, каста. Каста, конечно же. Докупает ли Гриня касту? Ответ, да. Докупает. Да, вот, докупил только что еще немного касты на проливе. И буду продолжать докупать, ребят, потому что я считаю, что таких подарков, ну, не скоро нам еще дадут. И это касается не только касты, это касается любой второй монеты. Возьмите, только дот, там, во что вы верите. Посмотрите, там графики у всего одинаковые. Битдау. Но, чуваки, мы на пороге самого сногсшибательнейшего, крышесноснейшего альцезона. Посмотрите на эти метрики. Поэтому не слушайте никого, не дайте себе задурачить голову. Делайте, конечно, как вам подсказывает ваша чуйка. Не залетайте на всю котлету, ставьте стоп-лоссы, используйте правильный риск-менеджмент. Храните большую часть на холодильничке. Ну, а у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели срочный апдейт. Вот, я думаю, что америкосы, я думаю, что американское правительство не будет лить по рынку. А мы отскочим бодренько и пойдем сейчас тысяч на 48. Дайте знать, что думаете вы в комментариях. Всем профитроли, ставьте лайк и до следующей встречи. А, ну и про Пепе Коин, конечно, хочется добавить. Шикарно он отшортился, кстати. Кто помнит, вот тут мы все говорили, что, ребята, я сам что-то, короче, не стал его шортить. Но теперь хочу вас предостеречь, что будет обязательно 4-часовой дневной отскок. Будет хороший дневной отскок, скорее всего, с понижающимся максимумом и, возможно, повышающимся или понижающимся минимумом. Поэтому будьте осторожны, кто сейчас пытается шортить Пепе. Но сделать это можно на Байбите, в принципе, по нашей ссылке в описании. Все, всем пока.